Экс-директор Казанской гимназии номер 167 судили по делу о коррупции. Схема, по которой работала Лилия Хасанова, наверняка знакома многим родителям, кто пытался отдать ребенка в школу попрестижнее. 167-я на улице Сахарова как раз из таких. Официально носит статус школы с углубленным изучением отдельных предметов, ну а точнее английского языка. В июле 2020 года Лилия Хасанова в своем кабинете встретилась с родителями семерых будущих первоклашек. За зачисление в первый класс она попросила с них от 10 до 25 тысяч рублей, так как мест в школе меньше, чем желающих в нее попасть. Все семеро заплатить согласились, но вот один из них обратился в правоохранительные органы. При передаче взятки в июле 2020 года Хасанова задержали и отправили под домашний арест. Новость о задержании директрисы имела такой резонанс, что еще шестеро родителей признались, что также платили Хасановой за эту же услугу. Общая сумма взяток по доказанным эпизодам 105 тысяч рублей. Лилия Хасанова заявила в суде, что не собиралась присваивать эти деньги, я хотела их потратить на нужды школы. 53-летняя директриса – продолжатель педагогической династии. Ее регалии и благодарственные письма заняли в материале дела 56 страниц, и это только часть. Хасанова настояла на рассмотрении дела в особом порядке. Это означает, что наказание не могло быть больше трети от максимально возможного по этой статье, то есть не больше трети от миллиона возможного штрафа. А еще это означало, что она автоматически признает вину. Я искренне раскаиваюсь, содеянно. Прошу прощения. Перетупаемся за сложившуюся ситуацию. Адвадокат подсудимый ходатайствовал о прекращении уголовного дела и просил назначить штраф, так как подзащитная привлекалась впервые. Помимо этого, в качестве скупления вины Хасанова пожертвовала 70 тысяч рублей Дербышинскому детскому интернату. Роскошной собственности у нее тоже не нашли. На нее записана лишь маленькая однокомнатная квартира. После задержания Хасанова уволили, и сейчас ее содержит муж. В итоге никакого срока Хасановой не дали. Суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей и даже разрешил дальше работать по профессии. Дети-взяткодатели в этой истории не пострадали. Куда делись те 105 тысяч рублей, которые родители заплатили за устройство в первый класс, неизвестно.